Сегодня 100 дней Пашиняну. Именно столько времени прошло с момента прихода к власти нового премьер-министра Армении. Прошло 100 дней и Никол Пашиняна решил отчитаться перед народом. Доклад о проделанной работе будет происходить на площади республики. Именно туда сейчас и движется народ. Именно туда двигаюсь и я. Посмотрим, что там будет. Площадь республики. Именно это место вынесло Пашиняна к вершинам власти. Сейчас здесь собирается народ, ожидает своего лидера, который, как надеются они, расскажет им массу приятного. Насколько я успел познакомиться с народным мнением, армяне достаточно с большим пиететом относятся к Пашиняну. Он уже успел посадить несколько особо ненавистных персонажей в армянской политике. За этого его очень ценят. Но, как я понимаю, никаких сдвигов в экономике пока не произошло. И лично я ничего положительного в этом смысле не ожидаю. Ну, я сторонний наблюдатель. Армянам виднее. Ну, вот скажите, почему вы сюда сегодня пришли? Пришли, чтобы увидеть Никола Пашиняна. Что вы от него ожидаете? От него? От него ожидаем, что наконец вернемся в родину. Ну, вот прошло три месяца с небольшим, как он пришел к власти. У вас какие впечатления? Положительные или отрицательные от его работы? Положительные. А вот что он такого хорошего сделал? А все, что делает, все хорошее. А, например, вот можно сказать вот... Ну, на вот пример, вот мы с семьей приехали, это уже хорошо. Скажи духом. Ань, скажи духом. А как тебя зовут? Как тебя зовут? Стесняется немножко. Ну, ладно, спасибо большое. Всего хорошего. Девчонки, скажите, а почему вы сюда сегодня пришли? Чтобы поддержать нашего премьера-министра. Мы верим в него. Мы знаем, что он все для нас, все это делает. Мы хотим поддержать. А вот скажите, вот за эти три месяца, что он у власти, он уже успел что-то хорошее сделать? Конечно. Он только хорошее и делает. Просто все эти доказательства, все эти, то, что он все выяснил. Я не знаю, для меня все это хорошо. Я верю в него, что в Донецке все еще будет лучше и лучше. А вы студентка? Да. А где вы учитесь, если не секрет? Я в медицинском университете имени Медитары Гераций на третьем курсе. Я надеюсь, не на хирурга? Нет, на стоматолога. Ого, стоматологов я еще больше боюсь. Да, бояться не надо. Ну ладно, большое вам спасибо. Спасибо. Дереванье сейчас плюс 34. На самом деле это не считается очень жаркой погодой. Две недели назад было плюс 45. Вот тогда здесь было настоящее пекло. Так что сегодня можно сказать прохладно. Однако кое-где я видел, всем желающим бесплатно раздают минеральную воду. Во избежание теплового удара. Появление Пашиняна ожидается буквально через несколько минут. И мне интересно, как он появится. То ли он приедет на машине, то ли он прилетит на вертолете. Гром и молния. Вот явление бога, армянского бога. А может быть он спустится на парашюте. Народу нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы видим какую-то торжественную процессию. Не знаю, кто это, что это. Может быть активисты. Наверное, революционные активисты армянского Майдана. С национальными флагами. На какой-то ужасной старой тачке. Красного цвета. Ну давайте покричим все вместе. Герои революции. Кажется, начинается настоящий армянский расколбас. Когда публика дойдет до кондиции, появится ее бог Никол Пашинян. Несут огромный армянский флаг молодежь. Комсомольцы. 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 Здесь море позитива, молодежные танцы, наверное, местные студенты. Дороги, ведущие к площади республики, перекрыты и стали пешеходной зоной. Народ осуществляет настоящее брауновское движение. Одни идут туда, другие идут обратно. Кажется, что-то начинается. Народ сидит на ступеньках правительственного здания, ждет начало выступления своего национального лидера. Времени уже прошло достаточно много и лично я уже устал ждать, а люди сидят.